Это 94.8 FM, наше радио Екатеринбург. Всем добрый вечер. Здесь ее ведущие Николай Ротов и Ксения Табашникова. Всем привет. Друзья, мы с огромным удовольствием представляем наших гостей, потому что мы до них доросли. Наконец-то у нас сегодня в гостях игроки баскетбольного клуба ОГМК Раиса Мусина и Мария Вадеева. Добрый вечер, девушки. Добрый вечер. Здравствуйте. Здравствуйте. Ну, во-первых, я уже повторюсь, мы вас очень рады видеть здесь, потому что мы долго шли до этого момента, чтобы вас наконец-то пригласить. Это честно. Это круто. Очень приятно. Девушки, ну, начался новый сезон. Скажите, пожалуйста, как настроение? Настроение отличное. У нас вначале был большой предсезонный лагерь, можно так сказать. Вот, и сейчас до конца приезжают только игроки. У нас еще в составе не хватает трех иностранных игроков. Вот, и мы их с нетерпением ждем, и скоро у нас уже начинается суперкубок. Мы играем с «Голотосараем». Это очень важная игра. И пока, например, лично у меня нет такой медальки, и очень хочется ее завоевать. Ну да, у нас настрой боевой такой. Вот, хотим побеждать, выигрывать. Слушайте, а я слышал, знаете, что в апреле, по-моему, да, вы определились, как это называется вот история, когда в Америку отправляют? WNBA. Да, WNBA. Расскажите, пожалуйста, как это получилось, что вы туда отправились, и как это происходит вообще процедура? Я так понимаю, что это такая летняя история, да, то есть летний перерыв, на летний перерыв баскетболистки наши отправляются за океан играть в WNBA. Ну, да, получается, в апреле там происходит драфт, это когда молодых игроков там из колледжа или из Европы выбирают под какими-то номерами, да, и чем, например, выше, тем лучше, вот. Но команда, например, будет ниже уровня, например, если ты первый, то команда ниже уровня, потому что, чтобы игроки молодые развивались, вот. Мы с Раисой Александровной как раз нас задрафтовали, вот. Под какими номерами? Ну, я получилась под 11-м, а Рая во втором круге. Получается 22. То есть это прямо круто, мощно, да, это считается? Ну, нормально, мало растительных игроков, которым, кажется, попасть на драфт. Слушайте, ну и как вас там принимали, сколько времени там находились? Ну, я, получается, находилась там 3 месяца. Очень много игр, очень напряженный график, и, получается, на неделе могло быть 4 игры. Вот, и, конечно, вот эти перелеты, это очень тяжело. Но мне понравилось, я вдохновилась, я поняла, над чем надо работать, и жду совершенствования себя. Слушайте, ну вот мы все в прошлом году радостно посмотрели фильм «Движение вверх», вот эту историю про то, как советская сборная победила американскую сборную. С мужским баскетболом, ну, большинству людей в России более-менее понятно. А в женском баскетболе есть такое какое-то противостояние, есть стереотип, что, например, американки лучше играют, чем кто-либо другой? И как вот с этим стереотипом вам игралось в Штатах? Не, ну, конечно, всегда считаю, что американки самые сильные из-за физической подготовленности. У них физика склонна к спорту, можно так сказать, вот. Но русские, они сильной головой, наверное. А как это физика? Как они физически склонны? Их больше гоняют или что? Нет, ну, у них развита такая физическая активность. То есть, если посмотреть на них, они все накачанные, какие-то высоко прыгают, атлетичные. А у нас как бы... Все тоненькие, элегантные девочки. Ну, просто там еще живут баскетболом. Там просто площадка на каждом углу. Не знаю, очень много профессиональных площадок, да. И, ну, очень много тренеров, тренеры, которые хотят с тобой развиваться и хотят тебя улучшать. И я считаю, что там просто люди живут реально баскетболом. И показывают по телевизору очень часто баскетбол. Просто на каждом втором канале. Национальный вид спорта. Да, да. Ну, как у нас футбол или хоккей, мне кажется. Ну, нет, даже не так, я думаю, что... Мощнее, да? Может быть, мощнее, да. Девушки, я предлагаю прерваться буквально на одну песню, после чего мы продолжим. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Наша реклама Наша реклама Субтитры создавал DimaTorzok Девушки отдавал DimaTorzok УДО Девушки отдавал DimaTorzok 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 Добрый вечер, Екатеринбург Мы продолжаем программу «Уральское время» на нашем радио У нас сегодня в гостях уральские лисички Представительницы нашего прекрасного баскетбольного клуба УГМК Раиса Мусина и Мария Вадеева Девочки, у меня вопрос такой Какие взаимоотношения внутри команды? Есть ли традиция давать какие-то клички, прозвища? Если да, то сталкивались ли вы с этим? Как вас называют? Или нет такого? Просто по именам? Ну, наверное, у нас всё-таки называют по именам А клички-то более такие, есть какие-то не прозвища, а сокращённые имена Потому что у нас много иностранок, и их имена такие как бы длинные И их сокращают либо по фамилии, либо по первым буквам по именам Я знаю, что Бритни Грайнер Би Джи Да Сейчас вот у нас есть Джанкл Джонс, она Джей Джей, например Просто Макбрайт, Мак И они просто сокращают свои имена, как бы это им удобно А прозвища никакие вы не даёте друг другу? Наверное, нельзя говорить в эфире Не, не было прозвища Но вот у меня, например, в Америке меня прозвали Пашн Тайгер Пашн Тайгер? Да, потому что в Старбаксе я пошла в Старбакс за кофе Я назвала своё имя Маша А они, видимо, не восприняли это на слух Вот, написали Пашн И потом девочка выставила в Инстаграм, что мне Пашн написали И после этого меня начали назвать Пашн А Тайгер почему? Потому что я хотела набить и хочу набить татуировку тигра Чтобы вы понимали, дорогие радиослушатели, Пашн с английского переводится как страсть Страстный тигр Страстный тигр Вау Слушайте, девушки, а вы же, я так понимаю, с самого детства знакомы, да? Вообще по подруге где-то я читал, натыкался на такую информацию Слушайте, как вас с самого начала, как вас вообще занесло в баскетбол? Ну, лично у меня, как бы, у меня две сестры занимались баскетболом И у Маши братья Брат и родители профессионально тоже занимались в баскетбол Маш, я вот перед эфиром читала интервью, такое достаточно старое на Спортэкспрессе Где ты говорила, что если забьёшь Данг, да? То брат подарит машину Да Ты забила Данг? Нет, не получилось Вот, и получилось то, что мне надо было покупать машину Но мы решили обоюдное решение, что мы построим дачу у бабушки и дедушки И построили вот как раз Класс Ну, а Данг всё-таки впереди ещё? Ну, я считаю, что Данг это такой приём, который не используют женщины часто Ну, вообще, если используют, то если один на ноль с кольцом, да? Вот, и считаю, что не надо развивать его, лучше развивать какие-то другие качества Которые мне пригодятся в баскетболе Например? Ну, например, трёхочковый, не знаю Трёхочковый, или как называется середины поля бросок? Нет, просто середина такая Понятно Вот и всё Вот и всё Я крепко задумалась Слушайте, я про ваше детство, про то, как прийти в баскетбол Вот, ну, всё равно же, так скажем, женский баскетбол, но не самый был, да? Не самый был популярный вид спорта Обычно там девочек отдают куда-то, не знаю, в гимнастику В танце, в гимнастику В фигурное катание и так далее То есть для того, чтобы созреть ли баскетбол, мне кажется, надо, помимо родственников, чем-то ещё обладать Ростом Ну, я знаю, что разыгрываю ещё и невысокого роста 170-175, учёнок в рост Метро 65 даже Серьёзно? То есть совсем есть невысокие девочки? Ну, честно, я даже в школе не была самая высокая в началке У меня даже были девочки выше меня ростом И мальчик один был выше Вот, но само собой я потом, наверное, в лет 15 уже сильно начала расти Родители высокие? Да Поэтому, наверное, так У меня брат, он 2 метра, например, другой 1 метр 96, где-то 4 Вот, и я 1 метр 90 Слушайте, а во сколько вы пришли заниматься баскетбол? По сколько вам лет было, когда вы первый раз пришли? Мне 7 было Мне, наверное, где-то 6 было А помните свою первую тренировку? Да Вот когда ты совсем не умеешь держать мяч, не умеешь не вести, не забивать, что делали? Ну, я пришла, получается, у меня мама была тренер Тренером в обычной школе, вот И я пришла на тренировку, и как-то не задумывалась, взяла мяч и начала бросать в кольцо И мне так как-то вот понравилось, и прям, видимо, я вдохновилась этим и сказала Мам, я хочу заниматься баскетболом Сердце матери не выдержало Да, и мама сказала, всё, давай тренироваться Будешь спортсменом Да Понятно Рая, как твоя первая тренировка прошла? Помнишь её? Нет, это было очень давно, я как могу об этом помнить? Мне кажется, если ты знаешь какую-то историю, когда тебе 5 лет, то, наверное, тебе либо рассказывали это, либо как ты можешь это вспомнить, почувствовать Вот, я помню, я пришла, но это, наверное, уже какая-то мистика Ну, видишь, у всех разные ощущения А был какой-то момент, когда, ну, хотелось бросить? Наверняка бывает, там, когда ты совсем молоденький, ещё, там, не знаю, лет 12-13, какой-то такой внутри развилкой происходит, может быть, ну, его спорт Ну, вот как я год походил, позанимался баскетболом Пойду во врачи В первом классе и понял, что это не моё Было у вас такое? Или всё-таки сразу стресс к баскетболу захлестнуло? Не, ну, было такое, но это уже было лет 16, наверное Серьёзно? Мне кажется, ты 16 лет уже была каким-то топовым игроком или юниоркой Да, но всё равно это было А на что хотела сменить? Пойти учиться На кого? Не, ну, просто это неважно на кого, ну, просто какой-то был момент, наверное, такой осадок, наверное, оставляет и захотелось просто куда-нибудь уйти, но потом всё наладилось на следующий день Слушайте, а у вас же в порш-школе какой-то учились, да? Специальная была или нет? Или обычная школа и просто частые тренировки? Ну, это был такой сдюшор вначале, вот, и потом мы перешли в подмосковное «Спартак-видное» Он сейчас тоже играет в премьер-лиге, вот, и мы прошли эту, как бы, школу и потом играли также в основную команду Это сколько, получается, тренировки? Сколько часов ты тренировал в день? Ну, вот, например, с самого, ну, если считать с 10 до 15 лет, ну, где-то, ну, по одной тренировке, да, в неделю в 6 получалось, вот А потом уже... Часа по три, да? Нет, по два Да, потому что всё-таки дети, это, мне кажется... Сейчас физподготовка, сейчас на паркете, да, примерно? Да нет, сразу, как бы, какой-то дриблинг, там, броски Всё равно это нужно научиться, и тебе дают тактику, какие-то, там, не знаю, физические упражнения Слушайте, а когда выходишь, вот, первый раз на какую-то серьёзную игру, есть, помимо волнения, какие-то ощущения или как? Ну, всё равно вы попадаете в какую-то серьёзную, там, команду, в серьёзную сборную, вот, первый матч, в котором вам надо Я просто не знаю, какие ощущения испытывает человек, кроме волнения А мне кажется, как на сцену выходишь, когда первый раз Ну, мне кажется, у каждого человека, когда что-то новое, ты волнуешься, переживаешь, хочется себя показать И это, ну, всегда, мне кажется, такое происходит Слушайте, я предлагаю сейчас прерваться на одну песню, потом поговорить ещё немного про то, как выходить на паркет первый раз Уральское время Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо! 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 Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Дмитрий Ленский Надежда Епифанова Шоу «Тариф дневной» на нашем радио Забудьте все, что было раньше Новый сайт нашего радио уже здесь Ничего лишнего, только все самое нужное и интересное Проверим Новости о наших музыкантах есть Онлайн-вещание нашего радио есть Билеты на нашествие и акция «Кругом наше» есть Интернет-магазин с крутыми вещами И даже эксклюзивная статуэтка Виктора Цоя снова в продаже Тоже есть Наша.ру Новый сайт нашего радио Стартовая страница вашего дня Нашему радио 20 лет И мы точно знаем, что наших любимых слушателей Миллионы Во всех точках планеты Можно даже сказать, что Кругом наше Так пусть вас увидит весь мир Пишите «Я люблю наше радио» где угодно и на чем угодно Но только давайте уж в рамках закона И делайте фото На фоне Эйфелевой башни Отлично На Северном полюсе Замечательно На Ромашковом поле в Тверской области Это по-нашему Выкладывайте эту фотографию на сайте 20.наша.ру А также в своих социальных сетях И не забудьте про хэштег Кругом наше Каждую пятницу Наши подъемники Будут выбирать одного победителя Которому достанутся два билета На фестиваль «Нашествие-2019» Акция «Кругом наше» Покажи себя миру На нашем радио Если бы хит-парад «Чартова дюжина» составлял Александр Бон Если бы хит-парад «Чартова дюжина» составлял Игорь Паньков Эх, жизнь моя жестянка Одну ее болото Но, к счастью, ведущие ничего не решают Хит-парад составляете вы Голосуйте за своих любимых музыкантов на сайте наша.ру И наслаждайтесь результатами Александр Бон Игорь Паньков Хит-парад «Чартова дюжина» По пятницам На нашем радио Если вы не успели записать контакты фирм и компаний, представленных в нашем рекламном блоке, звоните по телефону рекламной службы нашего радио Проще простого Телефон рекламной службы в Москве Плюс семь четыре девять пять девятьсот двадцать пять ноль четыре сорок четыре Наше радио Екатеринбург Девяносто четыре и восемь АФМ Уральское время Девяносто четыре и восемь АФМ Это наше радио Екатеринбург Друзья, сегодня в программе «Уральское время» Красавицы, чемпионки России, чемпионки Европы, чемпионки мира Раиса Мусина и Мария Вадеева А также игроки команды УГМК Да, в первую очередь У меня такой вопрос, если об этом можно, конечно, говорить Существуют ли какие-то общепринятые ритуалы перед выходом на паркет? Я не знаю, как-то, может быть, пятачок под пятку кладете Или еще как-то хитро волосы убираете Ну, вот какие-то приметы есть личные и какие-то общеизвестные? Ну, у меня, например, раньше я была очень суеверной И всяк, не знаю, там, топик, не знаю, в котором я выиграла Одевал на финальную игру, да, там, не знаю, что-то еще, там, резиночку, вот Но потом, наверное, успокоилась и как-то сейчас вот нету, да Ну, только, наверное, у меня коса такая Да? Да, ритуал мой, всегда в косе Слушайте, девушки, скажите, пожалуйста, а кого считаете одним из, ну, как бы, серьезных соперников команд, например, в России и в Европе, которые могут так серьезно противостоять УГМК? Динамо Курск Да, Динамо Курск, из которого мы забрали Машу Вадееву в этом сезоне Слушайте, ну, а вот каково играть, когда, вот, Райк, тебе вопрос Маша, твоя подруга давняя, в прошлом сезоне играла в команде противника Когда ты на паркете, как-то это влияет на игру или отключаются вообще все эмоции, есть только вот задача? Конечно, есть только задача, ты не обращаешь внимания, кто против тебя играет Но если ты ее толкнул или что-то, то всегда, ой, извини, извини, я не хотела И поэтому, мне кажется, что каждый игрок играет, играет и есть игра, как бы за паркетом все дружат, а на паркете другая работа Слушайте, ну, есть же, как в кино, наверное, когда вы бежите, знаете, как показывает замедленно? Один бежит, и раз, глаза на глаза вот так вот чук-чук, все пересекаются Мне не было такого Ну, на самом деле, мне кажется, когда ты стоишь там, кто-то пробивает штрафное, ты стоишь рядом, там обычно все подружки, они болтают там между собой Ой, а что сегодня делали там? Ой, она бегает так. Либо мы в том году смеялись, я там промазала. Маша говорит, ну я тебе уже открыла, ну почему ты не забила? Я говорю, ну вот так вот. Слушай, нет, на самом деле очень интересно, как происходит механика игры. Потому что мы с Николаем уже год на все матчи ходим, наблюдаем, что и как происходит. И со стороны не видно, видно только вот эту сосредоточенность, видно какую-то вот такую мощную энергию. Я бы сроду не подумала, что вы там успеваете еще перекинуться словами и так далее. Слушайте, а как происходит процесс вообще подготовки к определенному матчу? Ну мне правда интересно, я не знаю, как это делается, но помимо физической подготовки, то есть это какое-то выстраивание, стратегия и так далее есть? Как-то вы собираетесь, изучаете соперника или как это происходит? Ну да, у нас получается за день до игры мы смотрим видео соперника, вот, как он играет, разбираем игроков, также... Вот это посильнее, вот это нам, да, это... Ну да, это влево идет, это вправо, да, закрыть там правую сторону, лево. Вот, и потом отрабатываем это на тренировке, тактические моменты, а вот до игры, подготовка до игры, ну физически, да, мы за полтора часа приходим на игру, вот, разминаемся, отрабатываем там броски, вот, чтобы почувствовать кольцо, и дальше начинается игра. Слушайте, а в свободное время вы как-то посмотрите какие-то, не знаю, виды спорта, там, не знаю, футбол, хоккей, там, ММА? Хоккей, автомобилист вперед! В общем, автомобилист молодец в этом сезоне, мы очень все болеем, мы боимся говорить что-то лишнее, чтобы не сглазить, потому что мы, конечно, немножко суеверны в этом плане. Как вы думаете, с чем связано такое количество побед у автомобилиста? Даже не знаю. Просто мы молодцы. Хорошая подготовленность, конечно, они хорошо работают, как бы, от этого результат. Да, хороший настрой. Ну, это очень круто, когда в одном городе баскетбольная команда и хоккейная команда вот идут такими шагами мощными. Мне кажется, это достойный такой комплект, скажем так, спортивный. У меня есть вопрос. Видите ли вы во время игры болельщиков, обращаете ли вы внимание на то, как люди болеют? Да. Что радует, что не радует? Были какие-то казусы? Может быть, кто-то, я не знаю, делал предложение с трибуны и говорил, Рая, выходи за меня замуж! А ты говоришь, подожди, а я тебя заброшу. Ну, что ж ты нетерпеливый? Ну, замечаем, конечно. Очень приятно, когда болеет полный зал. Когда особенно, знаете, гимн играет. Когда поет весь зал, вообще очень прям мурашки по коже. Прям это мотивирует, вдохновляет. Ну, все равно мы, конечно, больше на игру сконцентрированы. Но когда там, например, штрафной пробиваем, то можем посмотреть на болельщиков. Слушайте, ну вот если домашние матчи, тут очень много поддержки из трибуны идет. Ну, да, потому что все свои. А когда какие-то выездные матчи, когда из вашей поддержки там несколько человек или вообще никого? Как в таких случаях? Ну, там же наверняка трибуны как-то кричат за своих и так далее. Как справляться с такой антиподдержкой? Ну, вот вы знаете, на самом деле у нас очень много болельщиков, которые ездят вместе с нами. То есть нас на игру всегда поддерживают болельщики из Екатеринбурга. И они, наверное, громче всех всегда долбят в барабаны, кричат. Вот. И поэтому мы чувствуем, что они всегда рядом. А так, конечно, все равно в игре, когда ты бегаешь, ты не обращаешь на это внимания. Потому что у тебя вся концентрация уходит на то, как ты бегаешь, бросаешь и проводишь какую-то работу на площадке. Вот. А то, что там кто-то что-то крикнул тебе, ну, ты даже это можешь не услышать. Ну, крикнули и крикнули. В одно ухо влетело, в другое улетело. Слушайте, у меня такой вопрос. Вот уже не первый сезон команду тренирует иностранный тренер. В этом году и в прошлом сезоне это был Мигель Мендес. Как вы общаетесь? Он через переводчика с вами разговаривает или как? Или что? Он же по-русски не говорит и по-английски он очень так скромно достаточно говорит, насколько я знаю. Я была в том году, как бы, и поначалу очень тяжело его все понимали. В этом году мы, наверное, очень привыкли уже к его речи. И у них, как бы сказать, они смягчают какие-то буквы, там, S те же. И мы, наверное, привыкли к этому, и мы уже понимаем, о чем он говорит. А так, наверное, первое время было тяжело, потому что до этого был Олаф Ланга. А он американский специалист, хотя бы гражданство у него в Германии. И он очень хорошо говорил на английском, потому что он тренер в WNBA был. И вот, поэтому после него, конечно, это был небольшой перепад, который... Языковой именно, да? Да, который было тяжело, как бы, понять именно вот слова, которые он говорит, из-за того, что он как-то немного их искривлял из-за испанского акцента. А когда он ругает вас, он вас ругает по-испански или по-английски? Ну, наверное, он так еще сильно не ругал. Да, мне пока точно не приходилось. Просто не все слова понимались просто. Да, не все слова. Не переводимая игра слов. А вы параллельно ведь обучались английскому языку, правильно, все это время? Или как-то за счет игр, за счет поездок это все учится, или как? И вы садитесь ежедневно, там, вот, часом посещаете английскому языку. Бритни, научи меня теперь вот такой-то теме. My name is... Да. Ну, нет. Ну, нет, кто хочет, конечно, развивать свой английский, он находит час и занимается им, да. Но вот у меня, например, вот по существу, да, получается, дают какую-то информацию, я ее начинаю запоминать, вот. I don't understand. Да-да-да, что-то такое. London is the capital. Да, я когда была в школе, я всегда ходила на дополнительный английский, но мне казалось, что я хорошо его знаю, как бы, но я всегда стеснялась очень говорить, и даже когда я уехала в Польшу, я играла целый сезон, я вообще не разговаривала. Даже у нас есть вот Джамира Фолькнер, я с ней проиграла весь сезон, и мы, собственно, с ней не разговаривали. Серьезно? Да. Но когда мы приехали в Россию вместе, мы с ней постоянно разговаривали. Я не знаю, видно, может быть, какой-то сломался языковой барьер, и я встретила тут свой, как бы, ММС, который я играла, там, 2-3 года назад с ней вместе. Вот. Ника Барич, мы между тобой говорили на английском языке, и я такая, о-о-о, все, теперь нормально. А потом выяснили, что Ника прекрасно говорит по-русски. Нет, ну я и так знала, что она прекрасно говорит по-русски. Но все равно такое, наверное, переступила тот барьер, который я боялась, наверное, сказать что-то неправильное, что они меня не поймут, а они все понимают. Слушайте, а как в Польше, например, вот если ты играла, там как вы вообще не общались после матча? Ну, не, ну общались, ну, если дружить, то я дружила больше с польками, вот. И они с американками, например. Ну, обычно у американок как бы своя компания, у иностранок своя, и уже у местных, можно сказать, своя компания, да? Нет, просто польский с русским немного похож, поэтому... Ну да, там можно понять речь. Вот, поэтому... А вы еще, ну, дружите вот в этой команде, в БКУ ГМК, дружите с домами, со всеми? Как-то встречаетесь вне тренировок, вне матчей? Да, мы совсем не собираемся где-то покушать, да, вместе. Машка только пришла, уже больше меня там знает, да? Нет, ну, на самом деле, вот в том году я как бы была уже, и мы много раз куда ходили, там, с девчонками мы прошли, наверное, уже все квесты Екатеринбурга. Вот, и так ходили куда-то поужинать после игр, мы ходим вместе. И, наверное, мы пару раз когда-то тоже встречались, так, чтобы чисто покушать. Слушайте, вот как раз буквально после песни, ребят, вы узнаете, куда ходят отдыхать игроки баскетбольного клуба по ГМК. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому! Продолжение следует... 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 будешь с лишними килограммами, то, понятное дело, что тебе будет тяжело бегать, да. Вот, поэтому нет такого ограничения, но мы можем позволить там тортики съесть, да, там даже в Макдональдс ходить, да, поэтому такое тоже присутствует. У меня просто дочь занимается художественной гимнастикой, и вот, несмотря на то, что она как бы невысокая и худенькая, ей постоянно говорят, что надо худеть. И у нее постоянно, что худеет, худеет, худеет. Я не понимаю, как они разбираются, тренер, как они... Для меня она очень худая. Вот, у вас есть какие-то такие? То есть приходите и говорят, так, значит, это похудеть, это набрала, ну, как-то есть какой-то баскетбол? Так, это ноги подкачать, здесь руки убрать, вот такое есть? Я не знаю, ну, или в детстве там в баскетбольных командах как-то отслеживают какой-то там вес, там что-то. Ну, наверное, больше склоняются к физической, как бы к функциональной подготовленности, к физической. Если тебе хорошо, ты бегаешь в этом весе, и ты сильно прыгаешь, там, ты сильная, то зачем тебе худеть для этого? Да, игроки, наверное, которые больше бегают, то они посмотреть на них, они будут все такие худые, подтянутые. Сухие, поджарые, да, будут? Да, потому что они очень много бегают, это как бы, у них уже это выработано. Ну, как Женя Белякова, например, в команде, да? Она такая сухая. Да, ломая. Это телефончик. Слушайте, а в какой момент выбирается амплуа? Вот мы у хоккеистов спрашивали, в какой момент и кто решает? Сам хоккеист решает, кем он будет, защитником, нападающим или вообще вратарем. А в баскетболе как это происходит? Само собой, наверное, тренер ставит. Да, ну, вот я, например, была самая высокая всегда в команде, и мне вот как-то сразу центровой. Но я хотела быть легким форвардом, но выросла. Но выросла, ну, случайно выросла. Мне кажется, я все позиции переиграла, пока я росла. Ты искала себя? Нет, ну, потому что я, когда тренировалась в детстве, я тренировалась с девочками на год старше, они были повыше меня, и я играла как маленький игрок. А потом пришла вот к Машке в команду, как бы в свой год, и я была высокая. То есть я также играла четвертого тяжелого форварда. Когда нет высоких игроков, я и могу сыграть и центровым. А так сейчас я играю нападающий, то есть легким форвардом. То есть для меня нет как бы разницы. Я выхожу как бы на площадку и играю. Человек-универсал. Прекрасно. Во всем. Девочки, скажите, как происходит вот это само приглашение в команду? То есть вам есть, ну, как у артистов, например, позвать на гастроли, там есть менеджер, да, договариваются райдеры и так далее, какой-то гонорар и так далее. А вот в спорте как это делается? То есть, например, не знаю, тренер команды УГМК делает запрос на кого-то из вас и приглашает в команду, да? Договаривается как бы... Я бы даже немножко по-другому задала этот вопрос, вот начиная с самых ранних моментов. Я знаю, что вот в Штатах, например, ходят скауты, скаутами их называют, да, спортивными. Люди, они ходят по школам, смотрят, как играют ребята и уже предлагают им серии, давай мы тебе дадим стипендию, ты будешь учиться в таком-то колледже и будешь играть за такую команду. И уже дальше, начиная со школы, идёт вот игрока ведут. А у нас в России, у нас есть только с дюшоры, да, и то есть тут уже больше зависит от родителей, наверное, увидит родитель потенциал, послушает тренера или нет. Так это происходит? Ну, вы знаете, раньше в школу тоже приходили разные тренеры и как бы смотрели на детей и предлагали... Ну, в спортивные школы? Нет, в обычные школы, да. Например, как маэстра попала, просто пришла тренерша в школу и предлагала там. И то она её не выбрала, можно так сказать, вначале. Но увидела потом, что она такая очень энергичная, быстрая девочка, и ей предложили тоже заниматься русскетболом. Вот. И сейчас в школах, не знаю как, но мне кажется, тоже какие-то проходят, как не то, что реклама, а присылают какого-то человека, который приходит либо на родительское собрание, либо на какой-то урок, чтобы заинтересовать публику как бы. И там уже ребёнка отсматривают родители или родители сами отправляют ребёнка в спортивную секцию, да? Да, да, да. Или уже тренер ведёт. Ну, а потом, вот, как происходит в баскетболе? Есть вот этот травматичный момент перехода из юношеского баскетбола во взрослый? Или это всё происходит так, хоп, понакатанный? Ну, вот у нас, мне кажется, с Раей получилось понакатанный, потому что мы как раз попали в такую систему, где там ведут реально в основную команду, да, в премьер-лигу. И то, что мы проходим сначала детское, потом юношеский период, а потом уже и взрослый. И получилось так, что нам очень повезло, что мы попали в эту систему. Слушайте, а какой возрастной ценз в женском баскетболе? То есть до скольки там как бы... До скольки идёт активная карьера? Так скажем. Мне кажется, что это сейчас не важно, как бы то игроки играют либо до 20, там, не знаю, восьми могут играть, кто-то вон играет до 34. Вы все знаете Диану Нолан, которая играла ей в 36 лет. Вот, до сих пор она... 37 будет. Да, до сих пор она не закончила карьеру, как бы официально. Серьёзно? Она ещё не знает, будет ли она где-то играть. Вот, также вот Оля Артешина была. И как бы, если ты хорошо себя чувствуешь и в 30 лет, и в 35, то почему бы тебе и не играть? Серьёзно? И в 40 профессионально играет? Да, вот в Греции, в сборной Греции есть девочка, которой ей было 38, где-то, наверное, 39 лет уже. Амельина Баранова, 40 лет, там, 39. Класс. То есть всё зависит от внутреннего, как бы, мира ощущения. Насколько ты можешь ещё... И подготовленности. Слушайте, ну, мы вам желаем большого успеха в этом сезоне. Мы вас сильно верим. Смотрим ко всем матчам, на какие не можем сходить. И обязательно смотрим там онлайн какие-то трансляции. Но очень сильно вас верим. Поэтому спасибо большое, что пришли к нам в студию. От себя хочу добавить. Девушки, вы крутые. Спасибо большое. Ну что, увидимся на паркете Дивса? Точнее, вас на паркете увидим, а мы будем где-нибудь на трибунке сидеть, кричать. Друзья, я напоминаю, что сегодня у нас в гостях были игроки баскетбольного клуба ЛГМК Раиса Мусина и Мария Вадеева. Спасибо большое, девочка. И вам спасибо. Приходите на наши матчи. Да. Спасибо. Спасибо.